один человек чувствует себя вот ничего не хочет делать такая вот апатия другой наоборот духовный голод в этом смысле это как раз тот самый двигатель который позволяет человеку что-то познать духовный голод влияет на структуру и тело в том числе меняется даже лицо человека меняется лицо повадки вы удаляете вообще духовный голод у вас есть к этому тяга или вы уже вообще забыли что у вас существует дух и душа здравствуйте уважаемые зрители канала алена полы сегодня мы затронем интересную тему казалось бы простую и в то же время очень сложно тема голода но голода необычного физический голод мы привыкли с вами ощущать но сегодня речь пойдет о духовном голоде с нами на связи алена полынь алена здравствуйте да каждый человек привык периодически испытывать вот физическое чувство голода когда он долго не ел он может перекусить у него сразу настроение меняется касается духовного голода расскажите нам поподробнее что имеется ввиду дело в том что многие в принципе не задумываются о том что есть еще духовный голод хотя сами его испытывают и не понимают что испытывают для начала нам стоит коснуться такой темы что такое в принципе дух да мы ее уже затрагивали но здесь стоит еще раз проговорить для тех кто смотрит особенно впервые да и пытается разобраться в этом дух это энергетическая субстанция которая связывает нашу душу с нашим родом да то есть мы все откуда-то родом соответственно дух несет определенную так скажем концепцию энергетическую в которую входят определенные знания определенные энергетические ресурсы то есть один человек чувствует себя вот ничего не хочет делать такая вот апатия другой наоборот энергично вдохновляете всем и что-то делать и разная структура до человека в большинстве своем люди приходя на землю начинают ощущать некую тягу к знаниям особенно это видно у детей до любопытных детей которые пытаются вот что-то где-то узнать потрогать посмотреть иногда даже на зуб как говорится это потребность в определении себя в мире и потребность в познании мира это требует дух дух связываясь с родом дает человеку информацию как действовать так скажем в том в той или иной ситуации в том числе мы же понимаем что даже маленький ребенок одного и того же возраста дети там 22 три ребеночка будут действовать по-разному эта информация приходит да вот эта потребность познание познание мира в себя она заложена природой и человек так насыщает свой дух он насыщает он получает новую информацию получает ее душа передает духу духа связывается с родом и говорит роду что но я сейчас конечно очень упрощена но чтобы было понятно я узнал то 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 род дает еще некие задания человек идет опять узнают и так далее то есть это постоянно такое полу ну так скажем получение опыта и человек все время с самого раннего детства утоляет этот духовный голод будучи только рожденным уже на земле он начинает утолять этот духовный голод поэтому даже совсем маленькие дети рассматривают прощупывают еще если мы посмотрим музей даже внутриутробно они там играют да там что-то трогают поповину играют и пытаются понять что и как устроено тем самым утоляя свой духовный голод но с процессом времени бывает происходит так что человек испытывая так скажем потребность что-то познавать испытывая тот самый такой вот духовный голод он не понимает что он испытывает он просто испытывает как будто потребность примкнуть куда-то где его будут кормить но кормить естественно не физически там хлеб давать а кормить духовно и здесь люди ищут различные структуры которым нужно примкнуть для того чтобы покушать духовно покушать конечно наша так скажем индустрия предлагает эти самые структуры как если физический человек хочет кушать он идет в магазин и покупает продукты но он может купить разные продукты и в разных магазинах здесь то же самое предлагается разное для того чтобы утолить этот самый голод это могут быть и книги и религии и духовные какие-то течения и так далее то есть человек начинает искать кому примкнуть чтобы покушать ищет он это бессознательно то есть он не понимает что он испытывает и почему вообще это ему надо то есть он бы мог бы никуда не стремится да но у него есть потребность он начинает эту потребность каким-то образом удовлетворять для того чтобы не быть духовно голодным и духовный голод в этом смысле это как раз тот самый двигатель который позволяет человеку что-то познать другой вопрос который стоит отдельно обсудить что он познает благодаря этому духовному голоду потому что пища как духовная так и материальная пища она бывает разного качества и по-разному влияет на наш организм перед тем как перейти именно к тому где так скажем духовно кушать немного заострим свое внимание вот что будет если этого не делать то есть всем людям известно если испытывать очень долго физический голод можно умереть без еды духовном смысле если вот не идти на поводу вот этой тяги как вы говорите к самопознанию к саморазвитию если не идти у нее на поводу что тогда произойдет с человеком как и физический голод духовный голод тут влияет на структуру и тело в том числе то есть это не только там души и тело в том числе мы можем заметить почему я это утверждаю можем заметить что люди которые духовно не развиты да так скажем даже человек который не понимает что такое духовность он смотрит на другой человек и видит и обычно так это же не человек да это какое-то животное хотя в моем понимании он даже тем самым оскорблять животное потому что животное бывает очень даже духовно развитые здесь особенно домашние животные они идут путем совершенствования чтобы потом так скажем свою реинкарнацию провести в теле человека поэтому животные бывают очень даже развиты но у человека возникает такое сравнение что дикарь да или ты как животное почему у него возникает такое сравнение потому что он видит что нет вот этого лика человеческого да то есть меняется даже лицо человека меняется лицо повадки нравы меняется все у духовно голодного человека он он некачественный до человек если так можно выразиться и это видно очень визуально то есть даже не для какую там супер профессионал это видно визуально не если человек не утоляет свой духовный голод или удаляет его неверно то процесс его так скажем пребывание на земле который ему выдан для того чтобы он наполнил через дух свою душу получил информацию так скажем новые свои опыты до собою с миром и так далее правил чтобы двигаться дальше своем развитие он на это время но провел зазря да это то же самое что знаете школе второгодники там третье годники я помню на классе была девочка которая оставалась уже там на пятый или на шестой год ее зачем-то держали в школе да ну то есть значит не хотел учиться и каждый раз сидела уже такая смешная переросль и и конечно увлекала совсем не то что увлекает сверстников и это был человек который ну так скажем иного уровня мягко говоря был да то что как раз голодающий духовно вот и она как бы оставалась из года в год в одном и том же классе она была такая переросль вот здесь получается так что люди приходят в одну и ту же реинкарнацию иногда спускаются ниже по уровню потому что они предыдущую реинкарнацию голодали духовно раз они духовно голодали то что они не выросли да они не готовы перейти на следующий уровень как-то двигаться дальше поэтому это и с точки зрения так скажем самой души и реинкарнации очень влияет и с точки зрения внешнего вида влияет и влияет еще и так скажем кем человек будет в жизни да как он будет проявлен потому что вот есть такое выражение я все время привожу пример ругается как сапожник да у нас есть какой-то ассоциативный ряд сапожник же уже не всегда там духовно голоден он может быть очень образованным человеком ему это дело может нравиться да его может делать замечательные набойки и даже может быть сам шить сапоги до из кожи или что-то такое делать он может быть очень развитым человеком но у нас есть ассоциативный ряд что люди работающие руками то есть не интеллектуально а руками а у нас есть такой ассоциативный ряд к сапожнику хотя он может быть я повторюсь интеллектуально развитым человеком уже делать что-то да не просто там как робот выполнять какое-то действие а уже что-то даже создавать но люди работающие руками в плане каких-то рабочих профессий которые не требуют умственный затрат а которые делают что-то как роботы да не создают а делают как роботы повторяя одно и то же движение вот они пока еще это молодые души которые познают мир через руки но это не значит что они плохие а кто-то интеллектуально развитый хороший это так скажем возможность познать мир но ребенок когда приходит он же тактильно познает мир вначале до тела телом он трогает ручками пробует на вкус он хочет посмотреть как это работает он может кинуть ложку мама подымет а он еще раз кинет ложку он смотрит как это работает какие действия за какими следует и вот здесь с душой тот же аналог человек приходит и начинает пробовать пробовать так скажем этот мир на ощупь начало то есть работать руками потом работа руками так скажем становится уже не просто работай руками а связь с интеллектом то есть я создаю уже что то а уже затем это может быть интеллектуальный труд да то есть где уже я не создаю именно руками что-то а именно уже интеллектуальный Я тут пишу, например, что-то, по-другому уже взаимодействую с миром. Мое создание – это уже создание, может быть, полностью мое. Я не просто руками делаю, там мне кто-то сказал, вот это к этому винтик прикрутить, и что-то будет. Я вот как робот прикручиваю. А я уже вижу, как создать какую-то структуру, зарисовываю ее и дальше руками создаю. Здесь я перехожу уже в область творца. То есть тоже через руки, но область творца – это уже новый уровень. Поэтому очень важно для себя понять, вы утоляете вообще духовный голод, у вас есть к этому тяга, или вы уже вообще забыли, что у вас существует дух и душа. Очень интересную тему вы затронули по поводу вот этого познания через руки. А вот скажите, как вы считаете, как влияет сейчас, как называют его, век потребления, где пропагандируют, грубо говоря, ничего не создавайте, ничего не покупайте, довольствуйтесь, кайфуйте, живите эту жизнь один раз. Это же как раз перечит вот этому духовному развитию, хотя это, ну, можно сказать, лайфстайл молодежи. Дело в том, что мы живем, конечно же, не один раз. Мы живем много раз, жили до этого, живем опять. И я думаю, что это уже имеет даже какую-то доказательную базу не только в каких-то религиозных или духовных структурах, а в целом уже есть очень много трудов на этот счет. И если многие считают, что регрессивный гипноз, когда человек входит в состояние, смотрит в предыдущие жизни и расстановки на этот счет, является, так скажем, фантазийными историями самого человека, то никак не доказуем эти факты, когда маленький ребенок говорит какие-то вещи о каких-то людях, где он жил, что он знать не может, потому что он еще ничего не читал, в компьютер не залезал. И туда едут, проверяют и видят, что это действительно так и есть. Конечно, это уже доказуемая история, просто поставить это на рельсы доказательной базы и научных исследований невыгодно на данный момент, так скажем. Поэтому мы говорим с вами все-таки о серьезности такого выбора. Я не против жизни в удовольствии, но удовольствие может быть разное. Удовольствие должно быть в жизни человека, и человек, так скажем, должен получать радость от этой жизни, потому что Ра – это токи светильника, светил давать, да. Радость он получает от токов светил, от не от алкогольной, какой-то такой, да, непонятной, такого вот, на себя, когда человек алкоголь в себя вносит, потому что он по-другому не может радоваться уже жизни, да, или там наркомании, или еще чего-то. Он получает эту радость, потому что к нему приходят токи светил, и он это ощущает, да, ощущает телом, ощущает душой и так далее. Век потребления и где-то критика его, здесь очень немножечко, ну, как бы, надо подходить с разных сторон. Дело в том, что многие сейчас проповедуют минимализм такой, да, когда как-то пусто, вы знаете, пусто дома, пусто, вот заходишь, и там пусто, там белые стены, это, кстати, очень сейчас дизайнеры любят. Белые стены, ничего не стоит нигде, как-то пусто, но зато, типа, дышатся, вещей нет, хлама нет, как хорошо. Не моя история вообще, энергетически очень сильно ощущаю, что это пусто, это именно пусто. Ну, и человек ничего не потребляет, ничего не покупает, но мы должны понимать, что все производство основано именно на потреблении, да. Когда мы что-то создаем, производим, другой человек это что-то приобретает за деньги, и идет энергообмен, идет движение, идет создание, и создатель за это получает деньги. Это нормальный, естественный, живой процесс. И потом эти вещи, они несут определенную ценность. Другой вопрос, какие мы покупаем вещи, что мы производим и зачем нам это надо. Дело в том, что когда люди покупают миллион сумочек, например, да, женщины, миллион сумочек, каких-то брендов, за обешеные деньги, расставляют их, значит, там, в гардеробной, ходят довольные, говорят, на сегодня у меня вот эта сумочка, на завтра вот это, на послезавтра вот это. Я, конечно, не осуждаю, у каждого действительно свои интересы, и сумочки тоже могут быть интересом, да, каким-то определенным. Но мы должны понимать, что если интерес женщины ограничивается на сумочках, ну, что-то здесь не так. То есть зарабатывать деньги, ну, или там, муж зарабатывает, не важно, для того, чтобы вкладывать в сумочки, производитель делал миллион сумочек, а иногда, честно сказать, эстетически, вообще не эстетически некрасивых, ну, на них написан бренд, и, знаете, я даже думала, что, может быть, у меня такой вкус, да, я просто не оцениваю, да, красоту этой сумочки. Но как-то я разговаривала с женщиной, у меня есть клиентка, она очень состоятельная, и она мне показывает, значит, свою сумочку, и радостно говорит, что она приобрела очередную сумочку. Я говорю, вы знаете, вы меня, конечно, простите, но мне кажется, она какая-то некрасивая. Она говорит, ну, да, внешне она некрасивая, но это бренд, поэтому я ее буду носить. Вот здесь я поняла некоторый момент, что красота в деталях даже, да, и бренд – это не всегда совместимые вещи, и не только в моей голове, а даже у того, кто это покупает. И многие люди покупают просто потому, что это модно. Если это модно, и ты покупаешь это потому, что это есть у кого-то, или это модно, или ты хочешь казаться, не быть, а именно казаться, то это, ну, другое, это другое потребление. Когда люди, не имеющие финансовой возможности, приобретают дорогие телефоны, чтобы похвастаться где-то на работе, ну, это тоже неправильная культура, да, потребления, нет такой необходимости. Вы знаете, я очень долго пользовалась кнопочным телефоном. Я уже зарабатывала деньги, да, они ко мне приходили, но я не тратила их на телефон, потому что не было такой необходимости, потому что, ну, уже были вот эти сенсорные, но я не вела в соцсети, и деньги ко мне приходили, так скажем, на сколько дашь люди давали тогда, сколько дашь, не было какой-то там суммы, но они какие-то деньги уже приходили, что-то было, можно было накопить, конечно, через какое-то время на телефон, но такой необходимости не было, потому что было желание вкладывать эти деньги, которые собирались там, через какое-то время они собирались, потому что это не были какие-то глобальные постоянные доходы. Вот, на свое образование, по необходимости, естественно, на питание, на необходимую одежду там и так далее. Но купить какой-то телефон просто потому, что вот этот телефон сейчас появился, да, его все продают, но как бы этого не хотелось. Вот, поэтому, когда молодежи, так скажем, внедряют в голову информацию, что жизнь это только какие-то тусовки, да, какие-то непонятные там разгульные действия, ну, как бы это не очень, да, потому что молодежь это наше будущее, вот. Вот, и хотелось бы, чтобы они по-другому мыслили, и мы им показываем, как мыслить, потому что, глядя в интернет, в телевизор, ну, в телевизор, наверное, уже сейчас меньше, глядя на людей, которые их окружают, они видят, как надо. И здесь, конечно, хочется еще коснуться такого момента, как блогеры. Блогеры являются двигателем, в некотором смысле, двигателем мыслей молодых людей, потому что многие равняются на кого-то. Я хочу подчеркнуть, что большой плюс, что блогеры внесли, так скажем, в понимание нашей молодежи то, что необходимо заниматься спортом. Это очень заметно. Необходимо следить за своим здоровьем. Они стали показывать себя в спортивных залах, они стали показывать себя в бассейнах, они стали показывать красивое тело, ухоженное, они стали показывать, что они там пьют натуральные соки, там, и так далее. Некоторые блогеры показывают, в принципе, там, как они занимаются своим здоровьем. Это тоже очень важно, потому что у нас не было культуры, так скажем, следить за собой, за своим здоровьем. И блогеры внесли туда свою лепту. Многие стали говорить, вот, у меня там нет денег на зал, вот они, конечно, ходят, ну, послушайте, заниматься можно и дома. Вопрос в мотивации, да. Но большой минус в том, что блогеры показали, что жизнь в удовольствии – это покупка дорогих брендовых вещей, это катание на яхтах, это перепродажа, так скажем, одного и того же друг к другу, да, то есть не создание нового. Я вот за то, чтобы инфобизнес все-таки создавал новые продукты, да, то есть если ты обучаешь чему-то, обучай своим навыкам, а не так, что ты у Васи Пупкина ими вымышленное послушал, пошел, перепродал еще десятью, да, потому что, ну, в этой индустрии тогда не будет нового, не будет изобретений и так далее. Мы должны понимать, что инфоиндустрия, она в принципе развивается, она будет дальше развиваться, потому что за этим наше будущее, и сейчас молодежь хочет образовываться, но, к сожалению, стимуляция к образованию часто является именно только финансовая сторона и возможность тусить, как какой-то блогер. И хочется, чтобы люди хотели образовываться, потому что они хотят расти духовно. Полностью Вас поддерживаю, Алена, и также отдаю прям человеческое уважение тем блогерам, которые пропагандируют те вещи, о которых мы с вами разговариваем. Вернемся все-таки к той части людей, которые как бы понимают, что присутствует вот этот духовный голод. Если их сравнить, опять же, с людьми, которые испытывают обычный физический, он идет по улице, он видит заведение, он может зайти покушать, при том на этом заведении будет написано спагетти, сэндвичи, все что угодно. Как я понимаю, в случае с духовной информацией в этом есть небольшие проблемки. И вот дайте нашим зрителям совет по поводу того, какие заведения вы бы все-таки рекомендовали, чтобы там кушать, а какие ни в коем случае не стоит посещать. Скажем, вообще, я помню 90-е годы, когда появилась литература, связанная с магией, с эзотерикой, в принципе, ну там различного рода заговоры появились, произведения различные и так далее, народ буквально стал поскупать. Стал интересоваться, я помню, за макулатуру давали книги Папюса «Практическая магия». Вот, и в целом, конечно, возникло понимание, что есть что-то, о чем мы не знаем, да, есть какая-то возможность покормить себя как-то иначе. Нельзя сказать, что до этого люди были шибко голодные, они читали книги, эти книги тоже утоляют духовный голод, причем утоляют духовный голод книги, как и художественная хорошая литература, и лирика в том числе, да, просто это разный тип питания, так скажем, да, мы же тоже можем поесть и пирожное, а можем поесть и там капусту брокколи. Почему-то капуста брокколи у всех как раз с здоровой пищей, да, ассоциируется. Вот, разный тип питания. И здесь тоже разный тип питания. Они кушали, они кушали художественную литературу, они кушали то, что преподавалось хорошо в школах, да, я могу сказать, что вот я училась, литература преподавалась очень хорошо. Мои учителя литературы, они мне очень запомнились, потому что для меня это был любимый предмет, и то, как преподавалась литература, ну и моя тяга, в общем-то, к знаниям, она очень хороша была. Конечно, если ребенок не хочет читать, не хочет учиться, то какой бы учитель ни был, как бы он там не пытался преподавать свой предмет, но это бесполезно, да. Когда появилась новая литература, магического содержания, люди поняли, что есть еще что-то, стали это изучать. Тут же подтянулась история, связанная с восстановлением религиозных компаний, да, когда люди хлынули в том числе и в различные религиозные учения. Почему? Потому что если мы читаем книги, если мы слушаем какие-то лекции и тем самым утоляем свой духовный голод, не уталяется часть его. Какая часть? Часть ритуальная, я это так называю. Дело в том, что человеку для утоления своего духовного голода необходимо взаимодействовать энергетически с некими божествами, то есть строить вот эти божественные каналы и получать от них энергию. Это как мамина грудь, да, когда ребенок только родился, ему необходимо кушать, да, если нет груди, надо хотя бы какой-то заменитель, да, то есть грудного молока, иначе он просто не выживет, мы не можем давать сразу какую-то жесткую пищу. С душой ровно то же самое. Необходимы вот эти каналы для своего роста и восстановления, да, так скажем. И так как человек не знал, каким образом простроить эти божественные каналы, как вообще взаимодействовать с богами и с какими богами, то религия утоляла именно этот самый голод, ритуальный голод. Поставить свечу в церкви, значит, сделать жертвоприношение, пойти на Пасху, отнести куличи. Я помню, стояли такие очереди. Мы жили на улице Салям-Адиля, и рядом, значит, была церковь, которую только-только отреставрировали, еще не до конца, и вдоль дороги на Пасху, вдоль всей дороги тянулась огромная очередь, то есть люди вставали в эту очередь, и они могли целый день стоять, чтобы попасть на освещение куличей. На улице стоял стол, был, значит, священник, который брызгал святой водой, все стояли с куличами и с яйцами, партия людей, это порядка 9-12 человек могли войти, они уходили, входили следующие 9-12, и эта очередь постоянно пополнялась на протяжении всего дня, или когда там на крещении шли за водой. Эти ритуальные действия, они утоляли духовный голод людей, в том, в чем они даже не понимали, что им есть необходимость взаимодействовать с какими-то богами, а взаимодействовать с богами мы можем только ритуально, делая какие-то действия. Потом люди ознакомились с культурой Индии, где есть ритуалы, связанные с тем, что там и поливают, и моют богов, и делают какие-то действия, которые нашему, так скажем, западному, можно сказать, уму, были неясны и непонятны. Но попробовав это, они поняли, что здесь какой-то канал другой, как-то по-другому. И многие хлынули из христианства в Индию, к гуру, которые сидели в цветах украшенные, потому что они видели разницу между энергией, когда с опущенными глазами кто-то несчастный, и энергию радости. Другой тип взаимодействия, другой тип питания. И люди пошли искать, как покушать, и кто-то это искал через магические действия, то есть совершая магические действия, те же ритуалы, да, магические, и наедаясь. Кто-то это искал в религиях, а кто-то ограничивался без ритуальной части, да, и, соответственно, не наедался, а просто читал книги. Но все что-то делали. И делают по сей день, надо сказать. Просто, так скажем, никто не понимает до конца, что он делает, да, что он утоляет, в принципе, свой духовный голод. Чем утоляет, как утоляет, какое качество этой духовной еды, и насколько наедается его душа, человек тоже не понимает. Но он что-то делает, от чего ему комфортно, ему хорошо, и он для себя это понял, что он делает это правильно. Правильно почему? Потому что, может быть, ему хорошо, потому что ему сказали, что тебе должно быть хорошо, потому что так делали его близкие люди, потому что так делают соседи, ну, или потому что он выбрал такой тип взаимодействия со своим, так скажем, духовным голодом. Просто почему-то он даже не знает почему, но не видел он другого, да, вот знаете, вот мы идем, и стоит только один магазин, как нарочно, да, и мы, может быть, даже не едим то, что там в этом магазине, да, но нам приходится вот как-то, да. У меня были такие случаи, когда нужно было далеко ехать, и не было где даже покушать нормально, и, в общем, мы остановились у Макдональдса, и человек, который, значит, в этом окошке Макдональдса заказывал еду себе, говорит, ну, может быть, у вас есть что-то приличное? Я до сих пор помню эту фразу, и так это продавец, ну, что типа приличное? Ну, просто человек, когда он не привык к этому питанию, для него Макдональдс кажется неприличным, да, чем-то. То же самое с духовным голодом. Когда человек привык к определенному, его заведев другую структуру, да, ниже по уровню качества еды духовной, он зайдет и скажет, что же это вы делаете-то, дорогие люди, это же невкусно, это же невозможно есть, ну, а другим хорошо. Тут как бы вот такая вот история. Алена, а вот насчет того, что наестся, в духовном смысле, грубо говоря, если мы покушали, мы можем там 4-5 часов потом голод не испытывать. А вот в духовном смысле как это работает? Дух у нас питается на протяжении всех суток, то есть и даже ночью, путем снов и получения информации от снов он тоже питается. Питается он постоянно. Другой момент, что когда-то ему хочется больше кушать, и он прям загребает эту энергию, а когда-то меньше. Вот, но он питается постоянно, и если мы долго не кормим дух, а находимся в каком-то состоянии, ближе к животному, как говорят, да, то мы начинаем деградировать, причем очень быстро деградировать. Достаточно посмотреть там на человека пьяного, да, на человека, который, ну, бомж, да, назовем, который лишился всего по своим каким-то, не потому что что-то случилось в его жизни, это отдельная история, а потому что он сам так себя вел. Вот, то мы увидим вот эту деградацию, да, он давно духовно не ел, эта деградация присутствует. Вот, и она присутствует начинает очень быстро, когда человек отрекается от своего духа, да, даже вот, знаете, очень интересный есть фильм, вот, может, мы найдем кусочек, я не знаю, можно вставлять или нет, такой старенький-старенький фильм, надо мне вспомнить его название, и там, значит, довольно известные артисты играют, и там лежит мужик, значит, на диване, вот, и он ходит в церковь и носит деньги постоянно, а женщина работает на десяти, да, работа вся такая, значит, вот, по-моему, зимняя вишня называется. Вся такая вот она ухандоканная, работает на десяти работах, там моет везде полы, приходит вся ухандоканная, а он лежит и говорит, ну, что ж ты не молишься, вот ты ж там вот, надо же молиться, в церковь ходить, а ты вот, значит, это, она всю семью кормит, а он просто лежит. Вот, ну, надо же то, сё. Понимаете, когда, здесь к чему этот пример? Когда человек выходит в состояние, что ему можно и нужно духовно расти, и для этого нужно только медитировать, или только ходить в церковь, или чем-то ещё только заниматься, но отречься от мирского, ничем этим не заниматься, чтобы духовно вырасти, да, и он активно занимается этим, а всем остальным не занимается. Здесь можно впасть в другую крайность. В крайность голода физического, во-первых, что не даст возможности вырасти, потому что человек покинет буквально эту жизнь, да, в крайность, когда он снял с себя ответственность за своих близких, и это очень плохо, потому что общение с людьми и ведение других людей, за кого мы взяли ответственность, это является тоже нашей, так скажем, нашим опытом жизненным. Поэтому, если вы решили свою жизнь посвятить чисто медитациям, или чисто хождению в церковь, или ещё каким-либо другим духовным направлением для себя, то в этом случае, ну, и не хотите работать, то в этом случае, конечно, берите ответственность на себя, тогда не должно быть близких, тогда не выходите замуж, не женитесь, не рожайте детей, а занимайтесь только вот тем, чем вы выбрали заниматься. Но я думаю, что это будет просто путь в никуда, поскольку мы приходим сюда, в мир в материальном теле, это неспроста, чтобы познать, в том числе, и материальный мир, то есть что-то создавать. И создавая что-то, мы тоже духовно растём. Если мы ничего не создаём, есть ещё такие люди, которые, знаете, когда ведут какие-то лекции или общаются, они очень часто говорят, там, великий там такой-то сказал вот так, а великий такой-то сказал вот так, а вот этот думает вот так. И хочется спросить, а как думаешь ты? У тебя есть, как думаешь ты? У тебя есть какие-то свои мысли на этот счёт? Почему ты всё время склоняешься к кому-то? Я скажу почему, потому что он хочет казаться умным и образованным человеком. Казаться здесь, ключевое слово, казаться, потому что там внутри у него пусто, пусто, у него нет своих мыслей. И поэтому ему приходится постоянно выдержки какие-то засовывать в свой разговор, чтобы показать свой глобализм, так скажем. И здесь очень важный момент, что мы должны всё-таки и себя взращивать через материальные, в том числе, аспекты. Это тоже утоляет наш духовный голод. То есть это не только в прострации какое-то пребывание, не только молитвы, не только медитации и трансы, а в том числе и что-то материальное, где мы можем действовать руками, создавать. Каждое в своей области. Мы все очень разные, но мы можем что-то создавать. И создавая что-то, мы в том числе утоляем свой духовный голод. Вы вот упомянули по поводу того, что как бы дух может питаться в разное время, суток условно, в разном количестве. А с чем это связано? С тем, что у разных людей разные аппетиты или кому-то изначально нужно больше этой духовной информации, кому-то меньше? Или у всех это одинаково? Вместимость у всех разная, это однозначно. И потребности разные, и поэтому качество духовной пищи тоже у всех разное и устраивает всех разное. Для того, чтобы понять, наверное, стоит и попробовать в том числе. Я пробовала очень много направлений, очень много с кем взаимодействовала, и для себя стала понимать многие вещи, которые, так скажем, сразу бы я не поняла, если бы я это не попробовала. Повар может хвалить свое блюдо и говорить, ой, смотрите, как вкусно и красиво его там все украсить, а ты пробуешь и понимаешь, ну, извините, это невкусно. Вот так же со многими направлениями, которые я пробовала, все было это очень вкусно, смотрелось вкусно, и, конечно, я это пробовала. И попробовав, я, бывает, даже сразу не распробовала, и понимала, что что-то не то, но надо понять, что не то. Ну, и долгое послевкусие было и так далее, поэтому, да, потребность в духовной пище, она у всех разная. И качество пищи тоже каждому будет устраивать разное. Вот, понимаете, когда человек достигает определенного уровня, ему кажется некомфортным пребывание там в какой-то квартире или в каком-то доме, а другому кажется, как здесь здорово, да? Почему? Ну, потому что он уже на другом уровне, а этот еще на том уровне, для которого вот это вот все нормально и хорошо. С духовной пищей ровно то же самое. То, что устроит человека, который ничего другого не видел, душу, которая ничего другого не видела, и она не хочет ничего другого искать, есть ограничители определенные, да, другого это не устроит. Мы очень разные, уровень душ очень разный, мы совсем не похожи друг на друга, и уровень очень разнится. Поэтому количество питания для духа и качество питания будет у всех разное. Грубо говоря, представим бедного человека, и очевидным будет то, что он не может позволить себе на ужин поесть лобстера. И как-то глупо было бы рассуждать, будет ли ему этот лобстер полезен или вреден, потому что просто это рушит картину мира. А вот в духовном плане, может ли какой-то духовно бедный человек найти какую-то там скрытую запретную информацию, которая его сразу в одночасье там просветлит, сделает супер-мега-человеком? Или он ее просто не поймет? Ну, давайте вначале мы подойдем к такой теме, почему человек родился бедным. Он почему-то родился в бедной семье или стал спустя время бедным человеком. Есть к этому всегда причина. И эта причина кроется в неумении общаться с внешним миром. Это одна из причин. Потому что может быть очень талантливый человек, очень образованный человек, но при этом он не может заработать денег. Значит, что? Он не может свои навыки применить и во внешнем мире. Значит, он не умеет общаться с внешним миром. Это очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Потому что когда мне говорят, что же такой хороший человек, а такой бедный, это нечестно. Но а кто за него будет что-то делать? Если он что-то знает или умеет, эти умения нужно еще направить во внешний мир правильным образом. Не просто направить, смотрите, какой я хороший, а правильным образом. Потом бывают ситуации, когда сама душа боится стать богатой, потому что в прошлой жизни есть крайне негативный опыт денег, что деньги привели к какие-то неприятности. Поэтому она блокирует свой богатый опыт в этом воплощении. И здесь будут совершенно разные пути, совершенно разные отношения к духовности. Если человек... Также он может быть беден, кстати, еще потому что он действительно беден и духовно, в том числе. Это тоже может быть причиной бедности. То есть причин бедности очень много. И от этого исходя мы смотрим, что на человека может повлиять, что нет. Вот здесь такой момент. Мне говорят, что бедный человек не может пойти куда-то учиться, потому что банально у него нет денег. Бедный человек не может купить какую-то книгу, потому что банально ему не на что кушать. Что же ему делать? И здесь очень многие бедные люди делают недопустимую ошибку, которую я хочу подчеркнуть. Они берут кредиты, то есть вот на свой минус они берут еще кредиты, думая, что приобретя какой-то курс, приобретя какую-то книгу, они вдруг в одночасье станут богатыми, счастливыми, здоровыми и так далее. Поэтому в это стоит вложиться, взять кредит. Это не так. Вы попадаете в долговую яму. Из минуса вы попадаете в еще больше минус. И духовная пища в данном случае не даст вам ровным счетом ничего. Сейчас объясню почему. Потому что вы не умеете общаться с нижним миром. Не умеете вы общаться, если вы уже сделали эту ошибку. Сейчас покупаете вот этот курс в минус. Потом вы же почему-то стали бедны. Эту причину нужно понять, прежде чем куда-то двигаться и что-то покупать. И вот это первый момент. Поэтому когда человек все-таки задумывается о том, что ему надо духовно питаться, а у него нет финансовых средств на это, для этого сейчас вообще есть безоплатной информации очень много. Ну вот прям очень много. Вот даже сейчас кто смотрит это видео, он за это ничего не платит. Да, но другой вопрос, посмотрит ли этот человек, поймет ли этот человек или вообще не поймет. Вы знаете, есть люди, которые говорят, странно смотрела Алену Полынь, 30 минут говорила, какую-то лабуду ни о чем. Но он не понял, что я говорила, потому что он не в состоянии это пока даже, ну, как бы попробовать даже на вкус. Он не может, он не понимает этого. Поэтому надо с чего-то начинать. Начинать нужно с безоплатной информации. И понимать для себя, вообще я вникаю в это или я в это не вникаю. Работать с собой придется. И с состоянием минус, духовного состояния минус, с длительного духовного голода вы резко не выйдете. Это как, знаете, человек долго голодал, и если ему сразу накормить от пуза, то вы его убьете. Даже выход из лечебного голодания происходит постепенно. Поэтому здесь то же самое. Здесь нужно очень аккуратно, очень поступенчато. И поэтому, как правило, по моим наблюдениям, духовно голодные люди, пытаясь себя накормить и боясь каких-либо последствий, они первым делом идут в религии. Почему? Потому что религия – это пристанище для тех голодных людей, которые, так скажем, духовно голодных людей, которые даже не понимают, как кушать. То есть не знают, как ложку держать, условно говоря. И здесь не нужно думать. Здесь не нужно думать, здесь все принесут на тарелочке с золотой каемочкой. И первый, свой первичный голод человек утоляет. Что дальше – это другой вопрос. Дальше он не понимает, что с этим делать, но он и не вникает уже в это. И у него будет не совсем голодный, но на этом все. Потому что они ничего изучать не будут даже в этой религии. Они будут просто что-то там как-то себя подкармливать и все. Кто идет в магию из-за духовного голода? Это люди, которые не боятся опасности. Потому что здесь придется думать. Здесь бонусы очень большие. Здесь можно за одну жизнь прокачать себя очень сильно и накормить дух так, что следующие воплощения будут уже колоссально выше по уровню. Но можно же ошибиться. Здесь никто не даст на блюдечке с золотой каемочкой. Здесь придется думать. Здесь придется принимать решения. Мыслить и думать далеко не все люди могут на уровне совсем сильного духовного голода. Поэтому нам нужно выбирать и понимать, к чему мы сейчас готовы. Знаете, я думаю, что большинство людей, пришедших в магию потом, они все прошли через религии. А многие даже работают в религиозных эгрегорах. Я думаю, что люди, которые, так скажем, не готовы потреблять качественную, хорошую духовную пищу, они не пойдут никогда в магию. Потому что страшно. Банально страшно и банально непонятно, о чем это. Хотя я хочу подчеркнуть, что магия – это наука о мироздании. Да, не признанная какими-то рамными или еще кому-то, кем-то наукой. Потому что у нас, в принципе, магия в России как-то не особо жалуется вниманием, так скажем, законодателей. Но, тем не менее, все знают о том, что магия – это очень высокий уровень познания. И очень высокий уровень познания и себя, и мира. Поэтому это то, что утоляет духовный голод на колоссальном просто уровне. Но, боюсь, но не понимаю, как. Но, если совсем голоден и давно не кушал, то съесть этот кусок не получится. Ну и в завершении этого видео хотелось бы, чтобы вы дали небольшой совет нашим зрителям. С чего начать вообще познание духовности, если вообще человек посмотрел это видео и осознал, наконец, что действительно он является духовно голодным? Я думаю, нужно начать с изучения книг. И насчет книг я бы, конечно же, порекомендовала бы книги не какого-то там магического, религиозного толка. Я бы порекомендовала почитать мифы, сказания. В некоторой степени фантастику, но перевод китайской фантастики. Китай и Япония. Да, там очень интересный подход к фантастике. Там очень много того, что можно подчеркнуть. Как-то увлечься всем этим, начать вот это, так скажем, поглощать. Книги, да, и вот книги в плане именно вот таких мифологий, да, мифология в разных ипостасях ее. Дальше это видео, конечно же, видео, которое разъясняет некоторые аспекты жизни. И здесь я бы обратила внимание на видео, которое разъясняет цикл времени. Это колесо года, да, как и что устроено в колесе года. Как минимум это нужно знать. Видео, которое разъясняет движение энергии ЦИ в вашем теле, в вашей квартире, да. Это, значит, соответственно, китайские методы, аюроведические методы и так далее. Вы, может быть, не коснетесь глубоко этого. Вы же не станете специалистом китайской медицины или аюроведа. Но познайте себя, поймете себя. Дальше нужно начать обращать внимание на то, что окружает. Познать то, что окружает. Это растения, это животные, птицы, насекомые. То есть то, что окружает. И люди в том числе, да, тоже. Астрология, планеты, которые над нами, их тоже нужно познать. То есть начинайте потихонечку вот это все познавать. А не начинайте сразу с каких-то платных, дорогих материалов у каких-либо мастеров. Начните с того, что представлено безоплатно. Книги какие-то, когда вы покупаете, покупайте книги, так скажем, очень выборочно, очень вдумчиво. Потому что если это какие-то новейшие, там, супер-супер новейшие сказки или супер-супер новейшие былины, кто-то накатал на коленке, это уже не то будет. Конечно, лучше брать то, что старых изданий, если вы берете книги, особенно старых изданий. Вот. И потихонечку, потихонечку, потихонечку начнете пробовать что-то сами. Что-то сами это есть в открытом доступе. Например, у меня на сайте есть в открытом доступе огромное количество того, что вы можете попробовать самостоятельно, сами. Посмотреть, как это работает. То, что безопасно пока, да. То, что не пока что-то такое глобальное, а безопасно. Дальше я уже провожу совместные ритуалы онлайн, в которых вы можете принять участие, независимо от того, в какой стране вы находитесь. И онлайн попробовать прикоснуться к энергии и связи с богами. И почувствовать, как это работает. Подходит ли это вам? Может, вам это не подходит. А может быть, вам сразу станет от этого хорошо. То есть понять для себя, тем ли путем вы идете. Да, вот это те пути, которые вы можете прощупывать. И если вы пока сейчас находитесь в религии, вам там хорошо, конечно же, ну, находитесь там, где вам хорошо. Просто изучайте то, где вы находитесь. Изучайте, вникайте тогда. Потому что очень плохо, когда человек говорит, так делала моя бабушка, поэтому так делаю я. А его начинаешь что-то спрашивать, и он этого банально не знает. То есть если вы входите в какую-то систему, изучайте ее, познавайте ее, вникайте в нее. А не просто довольствуйтесь тем, что вам кинули какой-то кусок с барского стола. Узнавайте больше. Благодарим вас за то, что поотвечали на вопросы наших дорогих зрителей. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. И мы обязательно обсудим их в следующих видео с Аленой Полынь. Всего вам доброго!